всем привет мы сегодня с вами пересадим 2 вернее посадим двух деток нашумевшие видео которое очаровало многих подписчиков ну либо не подписчиков а гостей канала кстати подписывайтесь на канал не забывайте это делать пожалуйста так смотрите значит сегодня мы их посадим почему видео нашумевшие многим понравилось вот это четырехглавая красивая орхидея на которой было много деток очень сложная операция была произведена отсоединение этих при стволовых деток мы вместе с вами находили место отсоединения потом вместе выпутывали корни для этого я не выключала видеокамеру чтобы вам было интересно многие мне написали ирина невероятно было интересно наблюдать кто-то наблюдал сжав зубы кто-то наблюдал помогая дистанционно ирина прям вот поддерживали пытались помочь кто-то написал фу что за орхидея и это надо было до такого состояния довести орхидею ну таким зрителям я пожелала таких орхидеи да и побольше потому что знаете у меня есть возможность наблюдать как растут орхидеи у людей которые не плотно ими занимаются и что я могу сказать ну плачевное зрелище поэтому многодетная мамаша вашему вниманию было продемонстрированы вместе с вами с удовольствием все это сделали смотрите что я могу сказать я отсоединила их прошло 7 дней за 7 дней что я делала единожды я полила посадку этой орхидеи сами носила развела два с половиной миллилитра на литр воды и заполнила горшочек вот до этого уровня оставила с утра до вечера вечером я вылила всю воду сами носила и так орхидея у меня находилась до подсыхания корневой системы и в течение 7 дней я дважды опрыскивала корневую систему просто на поверхности вот так со стеканием немножко водички вниз вот видите там чуть-чуть воды стоит буквально 2 миллиметра этого достаточно посмотрите за 7 дней у орхидеи наоборот у одной и второй замечательно восстановился тургор листиков то есть корневая система но что сказать не заметила отсоединения орхидея и 1 и 2 замечательно себя чувствует сегодня мы вместе с вами их пересадим пересадка будет я думаю интересный смотрите что я тут подготовила я подготовила кокосовое волокно я подготовила мох сухой при намокании этот мох становится зелененьким видите у него зеленые кончики они в посадке будут расти в условиях повышенной влажности как только мох попадает в условия повышенной влажности все 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 он начинает расти перерастать верхними шапочками я взяла кору кубическую здесь у меня она разнофракционная предварительно эту кору я сутки выдержала в воде с перекисью водорода на литр воды я беру 25 миллилитров трехпроцентной перекиси водорода делаю вот такой раствор и замачиваю кору она всплывает от пресс на сутки ну что на поверхности сейчас эта кора она обработана перекисью водорода она уже успела подсохнуть полностью внизу она еще чуть ложновато остается там вот видно но наверху она уже сухая зато я знаю что это кора в течение суток побывав в воде она уже с каждым разом полива до вот такого плотного она становится уже хорошо влагоемкой так я подготовила для орхидею который поменьше корней вот такой горшочек горшок классическая система посадки с дренажными отверстиями на дне и с вентиляционными отверстиями на стенках горшочка подписала бовдин я сейчас достану для вас орхидею поменьше который поменьше корней смотрите какая прелестная борода обе у меня находились рядышком и сейчас я буду их разделять так эту пока я оставляю а вот эту орхидею вот столько у нее корешков мы сейчас вместе с вами разместим так начиная я крупные кусочки коры они будут у меня выполнять роль дренажа за счет чего вот эти кусочки выполняют роль дренажа за счет хорошо аэрируемого пространства которые они создают потому что они плотно друг другу не соприкасаются на кору немножко волокнами мох увлажненный с сухим мхом я не люблю работать потому что он очень сильно пыли на мох вот смотрите совсем чуть-чуточку он будет на себе фиксировать поливочную воду и коренье и отдавать чуть-чуть еще подготовленную такую подушку я укладываю кокосовое волокно увлажненное немного его сюда добавлю потому что здесь стеночки вентилируемые так ну и давайте вкручивать орхидею шку горшочек поправляем корешочки те которые не хотят вначале заходить я их убираю я их потом заведу прокручиваем орхидея ведь она очень хорошо присаживается корни заранее были увлажнены то виламин сейчас он напитан он эластичен немножко оболочка корня подсохла но внутри там все влажное больше я увлажнять не стала чтобы не переувлажнить так видите как она хорошо присевать теперь я заправляю все те корешочки которые остались снаружи ой слушайте некоторым конечно видео по соединению но и кто-то написал боже ну что ж так вы запустили господи меня вот я вы знаете меня бывает поражаюсь таким людям разве великое растение которое на себе имеет многочисленные детки разве можно его назвать запущенным это просто восхитительное было растение а еще мне очень нравится снимать вот такой для вас очень содержательный контент почему бы нет это ж так круто мне было очень интересно кстати наблюдать за этой орхидеи за этой невероятной плодовитой дамой которую на себе воспитала 4 детки так я начинаю вот смотрите как хорошо они легли все хорошо основа сделано корням будет куда расти и теперь я сюда начинаю добавлять кусочки коры я уже немножко буду выбирать помельче кору отлично вот так вот очень хорошо и не надо туда пальцами особо лезть так теперь какое-то количество коры я добавила теперь сюда я опять беру увлажненные волокна мха и раскладываю его вот таким вот пирогом начинка для пирога которая состоит из мха протекаемая вода при моем методе полива она им будет фиксироваться а потом слой коры после полива будет получать от мха благо немножечко я усажу но при помощи палочки выручалочки так отодвигаем корни как обычно я показываю делаю нет это неудобно берем любимый мой инструмент шпатель смотрите как он хорошо убирает корешочки все и вот туда о как отлично ровняем орхидею и добавляем еще коры а кору я беру вот такую классическую которая более плоская давайте я вам покажу вот она видите тут разные кусочки есть есть пухленькие есть плоские и как раз я начинаю ее добавлять где-то уже заполнив две третьих объема горшка теперь уже беру эту кору также буду делать послойный пирог из этой коры и еще некоего количество мха она очень хорошо заходит пространство между корешков сильно много воздушных карманов в такой посадке делать не нужно потому что вентилируемое основание вентилируемые стенки очень часто я говорю про то что девчонки вот после пересадки бывает что орхидея теряет корневую систему не обязательно она ее теряет от перелива очень часто мы пересаживая растение в сухую кору можем потерять корневую систему от пересыхания ее вот неправильно делая поливы опять мох и что называется практически закончили упражнение намок кора показываю результат размещение корневой системы корочочек хорошо просматриваются почему я сделала такую обогащенную мхом посадку потому что классика и чтобы мне не уделять особого внимания поливом этой орхидеи я буду делать я делаю всегда так до чтобы у меня поливочная вода проливом протекала оставалась в тарелочке обычно орхидею такой я ставлю в поддончике если я вижу что орхидея влаголюбивой и ей не будет хватать влаги после поливов тургор листиков будет но не совсем такой стабильный то тогда можно поставить этот горшок во второй сделать аля двойное содержание аля двойной горшок но пока она будет стоять на поддоне классическая система выращивания орхидеи посадки и выращивания очень классно все получилось полив первый будет через сутки методом погружения горшочка в воду на так так как эти корни уже неделю привыкали к воде я думаю что минут на пять-семь я погружу этот горшочек в водичку вода будет чистой потому что вы не носили она у меня уже и одна и вторая орхидея купалась один готов приступаем ко второй орхидеи а эту орхидею я решила посадить закрытую систему вот как раз вот этот горшочек без дренажных отверстий вообще ничего нет ни на стенках не на дне объем горшочка 2 и 1 литра вот написано покупала кстати так торговая сеть европа там вот такие горшочки продаются кстати они такой бочечкой эти горшочки и они нравятся орхидеям такие горшки я неоднократно пересаживала орхидеи в закрытую систему орхидеям нравится в них расти поэтому пересаживаю сюда в этом случае мы будем с вами действовать по другому на дно крупный керамзит керамзит всегда когда покупаю промываю я знаю что у меня уже готов керамзит он у меня чистенький выбирая самой крупной фракции так сантиметра ну слоя два сделаем дренажный уровень закрытой системы посадки его нужно делать обязательно по сторонам волокнашки мха они будут создавать лифтовую систему которая будет поднимать воду вверх теперь кора в большой горшок нужно брать вниз покрупнее кору прям вот смотрите вот такие вот кусочки не маленькие видите туда за счет них тоже будет создаваться нужный уровень аэрации воздуха внизу на кору увлажненное кокосовое волокно максимально переплетенное чтобы шарик такой был запутанный горшок большой поэтому я взяла так немало вот так смотрите половина горшка я заполнила это такая основа которая сейчас примет корневую систему корешочки этой орхидеи тоже увлажнены поэтому я их дополнительно увлажнять не хочу давайте постепенно вкручивать она очень легко зашла видите объем хороший объем не маленький потому что все то что располагается в объеме начиная с середины до верху это корневая система ее а вниз уже это орхидеи будет корешочки свои распускать распространять потом да отращивать чуть-чуть руку туда и закрученные корни вот так раз 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 ручкой разводим 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 к стеночкам горшочка потому что все таки корневая система любит присутствие света на ней она стремится корнями к свету растет именно туда где есть источник света участвует в фотосинтезе чем больше частей растения будет участвовать в фотосинтезе тем лучше будет развиваться орхидея так все немножко она сместилась но за счет чего как всегда до выдающиеся корневая немножко в одну сторону развита но я постараюсь сейчас ее немножко разместить так чтобы среднее положение вот смотрите видите внутри получается я корни убрала видите они все сейчас располагаются около стеночек вот так кольцом все теперь я заполняю объем горшочка в нижнем уровне крупной корой кубической вот такой закрытая система посадки требует конечно же хорошего качества коры закрытую систему посадки мелкую кору щипатую такую вот ну совсем плоскую брать не стоит переувлажнить корневую систему даже если ваша орхидея очень благолюбива существует риск переувлажнить корни смотрите какая видите туда в серединку с другой стороны на крупный кусок коры можно усадить основание растения вот так теперь мы с вами в объем дадим мха не сильно плотно так чтобы это вот часть посадки фиксировала на себе поливочную воду а за счет того что мха немного переувлажнить средний уровень будет сложно можно даже немножечко его вот так вот туда волокнами распределить намок кора уже не сильно кубические кусочки вот такие чуть-чуть приподнимаю орхидею чтобы кора пустоты заняла и орхидейка зафиксировалась в посадке очень классная посадка получилась прям такая знаете на лайте легкая так беру горшок а он невесомый вот это вот кстати главный показатель пересадки растений в закрытую систему чем легче получится горшочек тем лучше будет корням орхидеи в закрытой системе посадки не набивайте плотно грунтом горшки вот кажется что плотно набито а он знаете я вот на него вот так вот нажимаю а он пружинит у меня под пальцами то есть очень классно располагается мох кора вот такое вот хаотичное размещение компонентов грунта приведет к тому что орхидея прекрасно укоренится если вдруг что-то произойдет в закрытой системе вам не понравится реакция коры бывает такое да что начинает отрицательная недружественная флора преобладает над положительной можно воспользоваться любыми биоспорами которые помогут стабилизировать экосистему посадки это может быть фитоспорин только разводите его в рекомендованной норме разведения это может быть споробактерин это может быть триходерма харцианом триходерма вериды пожалуйста пользуйтесь не бойтесь экосистема посадки стабилизируется в два раза быстрее нежели если мы не будем с вами их использовать но все смотрите замечательно закрытая система классическая система посадки все как мы с вами любим сегодня вы увидели два прекрасных метода размещения орхидей имеют высокие результаты нам остается с этими малышками большушечками пожелать вам всего доброго здоровья благополучия всего вам самого-самого наилучшего эти две орхидеи будут разыграны в группе вконтакте уютные орхидеи и не только для участников поддержки автора проходите подписывайтесь и участвуйте в регулярных розыгрышах всем пока пока до новых встреч 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 Продолжение следует...